...нашего сегодняшнего дня. Я напомню, что сегодня у нас здесь, на Канонерском острове, в Кировском районе, проходит мероприятие под названием «Свалкам нет». Это одно из мероприятий, которое проводится в рамках большой программы «Свалкам нет», направленной на уборку уличных свалок. Эта акция проводится не просто так, она проводится комитетом по природопользованию, и охране окружающей среды, и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга. Акция проводится в разных районах города. Сегодня мы здесь, на Канонерском острове, в этом замечательном месте, на котором волонтеры акции обнаружили лишний мусор, который, конечно, хотелось бы убрать. Задача этой акции не просто убрать мусор, это показать всем жителям, всем горожанам, что от каждого из нас зависит чистота на улицах города, зависит чистота города, зависит экология нашего родного Санкт-Петербурга. И сейчас попросим выступить перед участниками акции временно исполняющего заместителя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Дмитрия Михайловича Крутова. Пожалуйста, Дмитрий Михайлович, два слова. Добрый вечер, добрый день, коллеги, друзья. Спасибо, что собрались. Сегодня погода способствует проведению нашей акции. Свалкам нет. Это место, это первое место в Кировском районе, где стартует эта акция. Акция, как уже было сказано, проходит при организации поддержки комитета по природопользованию. И, к сожалению, в настоящее время проблема несанкционированных свалок является по-прежнему актуальной для Санкт-Петербурга. Но я уверен, что мы с вашей, в том числе, поддержкой эту проблему решим. И нас ждет будущее без несанкционированных свалок. Ну, а я вам желаю сегодняшнее мероприятие провести с удовольствием, поучаствовать, посоревноваться. И желаю победы, получить замечательные призы. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. И еще одна организация, которая неоценимый вклад вносит в программу Свалкам нет. Это Куб СФ Минерал и директор Минерала Филиппов Николай Борисович тоже присутствует здесь сегодня. Николай Борисович, пожалуйста, два слова для участников. Смотрите. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте вас называть коллегами, потому что я считаю, что люди, которые неравнодушны к состоянию окружающей среды, нашего замечательного города, это, конечно, коллеги. Я очень рад видеть здесь неравнодушные лица, которые мне все равно, где мы живем, где мы отдыхаем. И уже поняли, что наконец, логичное тура посвящения нашла поддержку власти. Появился замечательный проект по экологической культуре посвящению, который мы реализуем. Большой группой партнеров. Большое спасибо, что вы участвовали в этом активном. Это не одно из них мероприятий. Думаю, что эти мероприятия будут продолжаться и в следующем году. Пользуясь случаем, хочу сказать, что наше предприятие организовало, и мы уже начинаем действовать, это городской волонтерский центр экологический. Надеюсь, что мы сможем струдинировать движение всех наших волонтеров, которые заветно с душой делают большую работу в городе. Думаю, что этот центр поможет и в организации работы, в координации и так далее. Ну, а сегодня я очень рад, что будет такое соревнование. Надеюсь, я так запишусь сам сейчас в команду ловки, которые недостаточно людей, крепким мужчин тоже призываю поддержать эту команду, потому что пока там маловато. Ну и думаю, что, во-первых, проигравших не будет сегодня. Выиграют все, выиграют город, выиграют район. Поэтому хочу пожелать вам работы с хорошим настроением, погода способствует, ну и успехов и здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Замечательно вы сказали по поводу того, что сегодня действительно выиграет город, но и все команды тоже смогут получить призы за свой вклад в экологию Санкт-Петербурга. Хотелось бы еще отметить, что активно участие в организации нашего сегодняшнего мероприятия принял Кировский район, администрация которой большое спасибо за это, и депутаты муниципальных образований, которые тоже поддержали это начинание. Как сейчас все будет происходить? Наши замечательные девушки, которые занимаются регистрацией, всех, кто еще не записался, записывают в одну из команд. Команды сильные, ловкие и быстрые. Всем команда будет выдана необходимый инвентарь. Тоже девушки его выдают, это перчатки, мешки для мусора в первую очередь. И если необходимо, здесь еще есть лопаты и грабли. Собственно, уборка, который мы планируем, она может проходить как здесь, прямо на берегу, так и с той стороны стадиона. Там еще одно место, еще одна точка сборки мусора. Соответственно, как будет определяться победителя? Во-первых, по количеству мешков с мусором. Ну, отдельно есть еще один элемент, это то, с чем приходится бороться регулярно, это батарейки. И каждые три батарейки, которые будут найдены вокруг, будут засчитываться как отдельный мешок мусора, и за них будут призовые баллы. Соответственно, команды, которые через час наберут большее количество призовых баллов, соответственно, получат у нас больший приз. Собственно, наверное, это все, что необходимо сейчас узнать. Большая просьба всех, кто еще не зарегистрировался. Зарегистрироваться, как только все зарегистрировались, будет дана команда к началу. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Д96 Добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok